Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Тема семейного бюджета интересна очень-очень многим, очень многим домохозяйкам, как я. И сегодня я поделюсь с вами опытом своей семьи, своим личным опытом. Кстати, сейчас я являюсь человеком, который вносит, что называется, полноценный вклад в семейный бюджет. И если бы я зарабатывала какую-то определенную сумму, не очень большую, я бы тратила всю эту сумму на себя. Я вас уверяю, на какие-нибудь пальтишки платятся и так далее. Но мне вот так повезло найти работу, которая хорошо оплачивается. Теперь я являюсь работающей и добывающей женщиной. Мне до сих пор эта роль очень-очень непривычна. Но многих моих зрителей удивило, несмотря на то, что я говорю, да я вот так вот хорошо зарабатываю, я такая самостоятельная. Я отказалась от пересылок по этой причине. Часто меня спрашивают, Яна, продаете ли вы картины? Нет, сейчас я не продаю картины, хотя раньше несколько мне удалось продать. Именно удалось продать. Это, на самом деле, очень деликатный, очень сложный процесс. Прежде всего, он связан, точнее, не прежде всего, он связан также с размером моих картин. Они не во всякую комнату и квартиру подойдут. Но это также связано, что, допустим, эти картины даже в машине тяжело перевезти, чтобы довезти до ближайшего магазина, где они могут быть выставлены. Так вот, я отказалась от такого, скажем так, попутного заработка. Кто-то знает и кто-то даже успел воспользоваться моими онлайн-консультациями по разбору гардероба на заре канала. Могу сказать, что я являюсь человеком, который все-таки может выбрать себе, куда максимум усилий, максимум своего свободного времени направить и где, скажем так, зарабатывать. Но, несмотря на это, многие обратили внимание, что я, во-первых, всегда без денег. Это фигурировало во многих видео. И в особенности очень многие опешили от того, что я не могла платье себе купить. Вот это платье с бахромой, кожаной, точнее, с кожзама, а потом, в общем-то, и второе платье с кружевом. Я не купила в моменте, у меня не было денег. А потом я решила спросить разрешение у мужа. И вот тут вот очень многие удивились. А кто-то даже сказал, что я нахожусь в полной финансовой зависимости от своего мужа. Ну и так далее, и так далее. Что я хочу вам сказать, дорогие зрители. Мой муж очень мудрый человек. Он однажды, точнее, не однажды, когда мы только стали жить вместе, потом мы поженились, он сказал, а хочешь, Яна, распоряжаться нашим семейным бюджетом, ты будешь вести его учет, будешь всегда знать, сколько денежек у нас есть. Тогда, в общем-то, все получали наличными деньги. Тогда не было столь распространено банковское обслуживание, перечисление заработной платы на карту. И тем более на счет, как, например, здесь в Италии, не на карту перечисляется, а на счет твоя заработная плата. Вот он мне сказал, вот у нас есть определенное количество наличных, оно лежит вот там-то. Хочешь вести учет, когда мне нужны будут деньги, сказал мне мой муж. Я буду к тебе обращаться и говорить, вот для этого нам нужны деньги, либо мне нужны деньги. Я буду брать оттуда сумму, ты, соответственно, точнее, ты будешь записывать, вести учет. Ну и мы будем вместе с тобой решать, будем ли мы совершать определенную трату или нет. Была также установлена трата, определенный лимит денежный, тогда еще, как сейчас помню, все исчислялось долларами. Был установлен определенный денежный лимит, когда ни я, ни мой муж не спрашивает разрешения друг у друга, берет молча эти деньги и тратит. Хотя я сразу, кстати, просекла очень интересную ситуацию с вот такой безлимитной, скажем так, тратой. Ты можешь два дня подряд или три дня подряд брать эту сумму, не ставя в известность, не спрашивая разрешения. Но, допустим, тебе нужна более весомая какая-то покупка. Ну, в общем-то, в любом случае мы договорились, что мы будем друг друга ставить в известность, что эта сумма небольшая, либо чуть больше. Установили мы ее, не суть важно, какой она была. Она будет заноситься, скажем так, в список наших трат. Ну и, в общем-то, уже многие поняли, что с математикой у меня очень особенные отношения, а с моей памятью тем более. У меня получалось так. Если оставалось, допустим, 390 долларов, тогда еще были доллары, ну, это могли быть рубли, не суть важно. Я была уверена, я была уверена, что у нас там 500 долларов лежит. А если я совершала покупку, ну, не знаю, для своей семьи, тогда даже еще Егорка не родился, либо для себя любимый, либо для нас любимых что-то я покупала. И покупка была, допустим, на сумму 140, опять же, долларов, к примеру, я всегда по правилам округлять, округлять, еще раз округлять, для простоты счета округляла в сторону 100 потраченных долларов. Таким образом у меня и получалось, что мне с одной стороны казалось, что там 500 лежит вместо 390, который, конечно же, можно округлить до 500, если речь идет о математике, а не о деньгах. И, в общем-то, получалось, что трата была не 100 долларов эффективная, а по 140 составляла. Вы можете меня понять, к чему это привело. Это привело к тому, что в определенный момент мы открывали сейф, где у нас лежали деньги и понимали, что денег у нас нет. Такая ситуация повторялась несколько раз. В итоге мой муж сказал мне достаточно вежливо, что я не умею считать деньги и что я должна тщательно вести свой бюджет. И здесь я с ним была полностью согласна, никаких претензий к этому замечанию у меня не было. Но все пришло к тому, что, в общем-то, это мне надоело. И я сказала, слушай, в нашей семье ты будешь заниматься деньгами, ты будешь заниматься нашим бюджетом, я у тебя буду спрашивать, и я у тебя буду брать, а ты будешь его вести. И вот с тех пор так и повелось. Буквально год мы, наверное, жили на мои подсчеты, на мои расчеты, на мое управление семейным бюджетом, так или иначе. И потом я полностью передала бразды и правление своему мужу. И до сих пор об этом не жалею. У нас общий бюджет, неважно, кто сколько зарабатывает в данный момент, но бюджет у нас всегда был общий. Я думаю, что вряд ли когда-то эта сумма поменяется. То есть каждый то, что зарабатывает, 100% вкладывает в общий бюджет. Оттуда берутся траты на разные сумки, например, которые совершенно определенному члену семьи не нужны, уж тем более не нужны другим членам семьи. Но как-то вот у нас на самом деле конфликтов в этом плане нет. И, соответственно, никогда не было вот таких неразрешенных вопросов. Но почему же я спрашиваю разрешение у своего мужа на то, чтобы купить платье, либо очки темные. Тоже, кстати, эта история с очками имела очень интересное продолжение. Я обязательно вам покажу две пары новых очков и расскажу, каким способом вышел, прежде всего, мой муж из этой ситуации, когда я хотела купить очки, да еще и две пары, которые ему совершенно не нравились. Он, кстати, предложил очень мудрое решение, за что я ему могу отдать должное. Так вот, я всегда спрашиваю разрешение у своего мужа, потому что основные мои покупки, которые я хочу совершить для себя, а речь шла тогда о покупках для себя, это были два платья, это были темные очки, возможно, что-то еще там было. Я поняла, что если моему мужу не нравится определенная вещь, она ему не нравится, потому что, ну не знаю, он не думает, как она красиво будет на мне смотреться, она ему не нравится априори по каким-то совершенно независимым от меня факторам. И, кстати, не факт, что та вещь, которая ему не нравится, в итоге она не понравится ему на мне, потому что вот практика показывает, что то, что я выбираю, то, как я выгляжу, очень нравится моему мужу. Так вот, я его всегда спрашиваю, а можно мне купить вот это платье? И если я слышу нет, так же, как если я слышу с очками, то, в общем-то, срабатывает план В, он может быть разным. Ты можешь попросить подобную вещь, тебе очень хочется на какой-то праздник, который будет ближайшим, ближайшим. Ты эту вещь можешь попросить на ближайший праздник. Ты эту вещь можешь попросить авансом на ближайший праздник, если ближайший праздник через полгода. Ну и на самом деле здесь очень-очень много мотивов и так далее, и так далее. Ты можешь просто сказать, что ну очень тебе нравится. Кстати, мой муж всегда говорит, ну, если тебе очень нравится, возьми и купи. Ну и завершить это видео я хотела все-таки ситуации конфликтной, единственной конфликтной ситуации, которая возникла в отношении бюджета. Когда мы только-только поженились и поехали, отправились в непосредственно свадебное путешествие, мы поехали в прекрасный Рим. И эту поездку я не забуду до сих пор, так же, как и мой муж. Потом мы отправились в Венецию. Венецию была очень плохая погода, было очень холодно, и были дожди, и выставили вот эти мостики, по которым должны ходить туристы. А я на самом деле тогда работала. Я после университета устроилась на работу, и у меня была очень интенсивная работа, я вообще не высыпалась. И вот весь свадебное, все свое путешествие, я хотела выспаться, очень злилась на мужа, который как по расписанию поднимался без проблем в какие-нибудь 7 утра, будил меня, мы шли на завтрак, я бурчала, есть не хотела, у меня еще не было аппетита, ну, вообще-то такие все вещи. Я хотела только спать, только спать я хотела, уж тем более я не хотела гулять там до 12 ночи по прекрасному Риму, потому что я сказала, слушай, мы приедем сюда еще раз, когда будем выспавшимися. Я хотела только выспаться. Ну и, конечно же, конечно же, я хотела шопинга, потому что тогда, не знаю, как сейчас, в Москве те же самые вещи стоили втридорого. В Москве был очень высокий шанс купить подделку, купить контрафакт даже в магазинах, которые проверялись делегациями от того или иного магазина, я тоже эти истории рассказывала. На тот момент я совершенно точно знаю, с Толешниковым Луи Войтон работал напрямую, не через посредников, а также карте. И вот была еще какая-то третья организация, очень крупный модный дом, возможно, ювелирный, сейчас даже не вспомню, которые рискнули работать на русском рынке напрямую. Вот они были первыми первопроходцами, именно поэтому любовь к одежде Луи Войтон у меня и возникла, потому что я знала, что там я куплю не контрафакт. И, кстати, там наценка была, скажем так, разумная, она исходила из таможенных пошлин, из накладных расходов на перевозку, то есть там не было, как, допустим, в других магазинах сети Mercury, где в три раза просто была цена выше, либо в четыре, потому что вот на этот конкретно бренд и на вещи этого бренда есть спрос. Соответственно, шоппинг грел мне душу. И когда мы день ходили по музеям, второй день ходили по музеям, третий день ходили по музеям и четвертый день ходили по музеям, на пятый день я сказала, что я очень хочу шоппинга. И куда мы пошли? Мы, конечно же, пошли в Dolce & Gabbana. Я знала только Dolce & Gabbana. В самом деле, я знала еще другие марки, но в Dolce & Gabbana произошел тот случай. Я померила платье. Я постараюсь приложить фотографию, как я тогда выглядела, и описать вам платье, которое я померила. Оно было все в обтяг. И у него были, сейчас многие вспомнят, на пуговицах. То есть это платье было, что называется, деструктурировано. То есть оно было разрезано, потом вшиты пуговицы, кнопки даже. И потом оно как будто бы собрано. Это платье стоило очень дорого, потому что мы сами понимаем, что подобная работа, она не дешевая. То есть чтобы изделие на тебе нормально смотрелось, не теряло форму. Там действительно хорошие технологии и мастерство портных было применено. И в общем-то я это платье все в обтяг померила. Это вообще единственное, что мне подошло, потому что на тот момент, кстати, был дефицит размеров в бутиках. Это я тоже очень хорошо помню. Не знаю, как сейчас. Мне кажется, сейчас переизбыток всего. А вот на тот момент было трудно найти размеры. В общем-то то, что мне понравилось, не было моего размера. То, что было моего размера, мне не понравилось. Это платье я померила и сказала, я его хочу. А муж мне его не купил. Он сказал, Яна, тебе в этом платье нехорошо. Я на него жутко обиделась, не разговаривала с ним целый вечер. И на следующее утро вызвала его на разговор. Я говорю, ты знаешь, это очень и очень несправедливая ситуация. Получается, что ты единолично распоряжаешься нашим бюджетом. Получается, что когда я захотела купить вещь только потому, что она тебе не понравилась, даже, опять же, речь не шла о цене. Речь шла как раз таки о том, что она тебе просто не нравится на мне. А я считаю, что мне очень и очень красиво. В общем-то, ты решил, что мы покупать ее не будем. Я говорю, это в отношении меня и семейного бюджета. Его распределение тех, скажем так, параметров, о которых мы договорились, несправедливо. Кстати, договоренность о том, что я буду распоряжаться семейным бюджетом, произошла позже. Потому что эта ситуация произошла во время нашей поездки сразу после свадьбы, свадебного путешествия. Но в итоге все закончилось тем, что мы договорились, что это платье я покупать не буду. Но я сама понимала, мне этот обтяг тогда вообще не шел. Я была такая хорошая в теле. И мы зашли в магазин Москвы. Но как сейчас помню, мне муж до сих пор этот магазин вспоминает, где я купила костюмчик себе, юбочку и пиджачок на два размера больше. Потому что, повторюсь, размеров не было. И мой муж до сих пор говорит, ну тебе очень-очень хотелось купить. И я понял, что для нашего семейного счастья нужно позволить тебе купить эту вещь. И потом я согласилась. И много раз мы вспоминаем эту историю с улыбкой. Я всегда признаю, что да, он был прав. Что в отношении платья, что в отношении костюмчика на два размера больше. Мы, кстати, потом его ушивали у Юдашкина, как сейчас помню. И посадить его хорошо не удалось. Потому что если вещь большая, то, в общем-то, вещь большая. Эта вещь, кстати, у меня до сих пор, точнее, она не сохранилась сейчас. Так бы я вам ее показала. А пиджачок, возможно, бы сошел за овер. А юбочку, юбочку достаточно неплохо, кстати, ушили. Вот так распоряжаемся мы нашим семейным бюджетом. Желаю вам не иметь конфликтов на почве распоряжения семейным бюджетом. Это очень важная часть, действительно, в счастливой семейной жизни. Кстати, скоро я запишу видео, как я записала до этого 17 лет браки, который тоже стал очень популярным. Где я рассказывала о том, как я не обижаюсь. Я расскажу вам о случае, где я обиделась. А потом расскажу, почему я была не права. И как в итоге обстояли дела. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.